В прошлом году в нашей стране качество воздуха оставалось высоким. Слегка был превышен уровень загрязняющих веществ в Минске, Жлобине, Гомеле, Могилёве и Новополоцке, вблизи крупных промышленных предприятий. По статистике, воздух грязнее всего в апреле и мае, после длительных периодов без дождей. Время суток тоже имеет значение. К примеру, в Минске превышение по оксиду азота и диоксиду азота наблюдается вечером и утром. Связано это с увеличением транспортного трафика. Ну а проверяют качество воздуха в нашей стране в 67 пунктах наблюдения. 17 из них — это автоматические станции. Здесь производится измерение шести приоритетных загрязняющих веществ. Это твёрдые частицы, это оксиды азота, это оксид серы, оксид углерода и бензол. В автоматическом режиме проводится отбор проб, проводится аспирация в течение месяца с накоплением на фильтре того же бензольфопирена. Затем фильтр отбирается, привозится в лабораторию и производится анализ. Весь анализ сложный и трудоёмкий, занимает около одного дня. И, как правило, никаких опасностей для жизни человека не выявляет. Качество воздуха в нашей стране стабильно хорошее и соответствует европейским критериям качества. После предварительной подготовки проб, они поступают в лабораторию физико-химических измерений, где в экстрактах производится измерение содержания бензольфопирена с применением метода высокожидкостной эффективной хоматографии. Следить за чистотой и качеством воздуха нужно не только на улице, но и в помещении. В идеале зимой в наших домах и офисах должно быть 18-20 градусов тепла, а относительная влажность не более 60%. Такой микроклимат благоприятен для нашего здоровья и качественного сна. Для предотвращения избытка влажности в помещении необходимо его проветривать. Проветривание вы регулируете сами в зависимости от вашей температуры воздуха. Можете использовать кондиционеры или отопительные приборы. И желательно не просушивать бельё в помещении. Для предотвращения сухого климата в помещении также необходимо проветривать помещение, использовать увлажнители воздуха, либо использовать кондиционеры. Повлиять на качество микроклимата в квартире можно не только с помощью умных приборов. Купите аромалампу. Все эфирные масла в большей или меньшей степени способны уничтожить бактерии и вирусы. Заведите растение, которое очищает воздух. К примеру, спацифилум, драцена, фикус бенджамина не просто производят кислород, но и даже способны уменьшить содержание формальдегида и трихлорэтилена, который обильно испаряется с поверхности мебели из ДСП. Геранью на подоконнике уже обзавелись Иван Кличковский, Виталий Мотин. Наше утро.